так проверка звука 1 2 3 уже стрим уже стрим пошел да ух ты а неожиданно да ах ты ах так и так и так надо было бы так дорогу видно чего я этот чат нихуя читать не смогу это пизда он такой мелкий ёбнуться можно короче на тебе вопросы и чат не знаю как это осилишь по звуку все нормально сейчас я ссылку еще сыночку из дюблирую в свой ну чтобы он не упал я думаю не упадет так дорога куку куку даром дару 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 так по идее музыку должны им тоже заебись слышно бы на п поебать я не сомневаюсь по всем нормально слышно музыку нас громадами делана до через модем у меня там вообще помню хуя нету интернета на этой симке так что мы едем ты чат пока чекаешь на я смотрю чат всем привет мы покатаем на машине твои волосы назад я понял синие волосы до байк стартура чем спидометрами вывести меня нельзя спитами бортан я когда стрелил ты нам хорошо что спидометра не было это пиздец так куда мы едем вообще она мурава хеллоу чат здорово ребят надо читать чат тебе надо читать чат и желательно вслух чтобы я вообще понимал что происходило что процесс взял слабый норм вот ебать ждал два часа ребят мы сейчас будем подводить подкаст вопрос подготовил скинули в телеграм-канал собаку пили жалко я не увидел ты приехал а так это шутка когда реплика мы едем в парк все верно я думаю погромче говори машина шумит у нас машина говна блять шумоизоляции нет тойота блять японцы нихуя не делают вещи 2017 года машина по ощущениям как будто он 2007 года так нормально по звуку на слышно и осы это он спросил норма нормально кого слышно но у нас что голоса другая на стремя повтор смотрел то есть то что ну так вот шумит гудит на слышно очень четко и короче нормально хорошо слышно супер вообще я могу читать вам вопросики сейчас ребята соберутся дорога бедолаги злой боится водить на нее просто шумахер я так вожу ебать я направо сейчас направо на правильно показывают нет нет какой направо забей никакой право наебывает навигатор на ней прямо всегда прям дай сломую ой не ребят нахуй нахуй вам нахуй вам дайте дай сломую роли мы никуда не доедем эти период перевод и блять с переворотами нахуй оно вам надо блять переворотить так привет привет надеюсь качество ахуенная дорогу видно и нас тоже ты можешь зайти посмотреть прям не заебало сбивать короче маршрут постоянно просто едет я знаю дорогу на память два артура камера сука понаставили своих камер ебанок дороги сделали так о чем это мы качество есть звук есть злой стрим будет с тела нас тела будет и блять из внутренности будет будет села конечно с тела да со стрима будут со стрима будет деревня будет все конечно артур не спал я такой если тоже поспал мы вчера хорошо провели время компании молодых ребят без пусть парили кочаны отдыхали но силы есть я думаю я вот по стрим мы поставим комп морпл коммад еле успать нахуй оно надо мне не проснусь буду разъёгнуть да я разъебу славу нехуй делать я вчера без стрима играл и выебал а я получать сейчас вообще не вижу да и он меня выебал да ты чать не видишь вообще надо едешь в проекцию 800 в час и пашу я еду 12 километров в час вайс охуенная тебе согласен 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 для одеты куда перестраиваешься сколько типов собралось 200 кинтон до зашли в школе все в школах они для начала стрима 252 типа я главное волнуйся у нас интернете сегодня можно будет да конечно сегодня будет иммортал и комбат будет разъёг полнейший это маленькая скорость просто до камера очень это длиннофокусная кажется что мы заберем я могу развернуться один забрал я не забывешь ты камеру снимаешь дорогу я знаю специально для этого и блин а там она сплошная так я не пересекал нет может вы все-таки камеру уберете нормально не так прикольно но мы типа в дороге долго ехать два с половиной часа до деревни но до венец и полторушка на самой деревне вряд ли мы будем стримить потому что потому что что потому что в интернете не будет то есть мы едем до венец и полтора часа вот у нас есть ответить на все вопросы а потом уже винец и злой подробит свой рел стрим в какой-то момент а потом будет возможно мой стрим с кэса который я обещал с компа вот этого стримерского чисто затестить и злой мордал еще будет играть вечером вот такой план слишком продуктивно я бы еще поспать сегодня вот где-то я уже сколько часов весна где-то часов 30 надо поставить компе ложись спать потому что это будет жестко но мы сейчас приедем похаваем там решим что нам делать у меня просто деревня собираются мне ко мне сегодня девчонку ладно не буду это говорить на стриме блядь я че-то подумал блядь пиздануть уже Йосипу, Йосипу, привет, Йосипу, привет, Йосипа, привет Йосипа, привет так что мы можем приходить в принципе к вопросам, да ребят, мой Артур точнее подготовил чатик помог мне подготовить мой телеграм-канал вообще-то мы нихуя к этому не приложили усилий да, я вот единство что камеру поставил в два эти, два ракурса ээээ, окей так первый вопрос, что там? первый вопрос, блядь, какой-то странный сколько дрочил друг другу во время совместного проживания? блядь, это что за вопрос, блядь сколько мы раз друг другу дрочили, ну, если считать но по утра иногда когда просыпаемся вместе мы сразу так, типа, ну, нахуя если не считать один разок, то ну, тут раз по пьяне, то ни разу, типа одобряем кстати да я вражеский пенни с руки брать не буду а нет нормальный блядь сейчас включу блядь так наживы есть да есть есть если такие пранки короче буду баня разговаривать если это фейковые не надо было каких-то ген антеннах пьярить на машину а шо ёбнулся нет второй вопрос как найти самого себя блядь не сложный вопрос не сложный вопрос ты просто пробуешь все подряд и что-то тебя зацепит ты поймешь направление потом в этом направлении ты найдешь что-то более конкретный просто занимайся ли то есть пока все они попробуешь ты не поймешь чем ты хочешь заниматься да вообще нету вот сейчас есть только он блядь не восстановится а у тебя нормально ловит все за продолжился пеннисы ну такой братан одну палочку ловит чисто а точно прямо стри куда она показана у меня постоянно развернуть почту нет правильно мы едем бля вообще интернета нет у меня даже на этом телефоне две сим-карты в чатик вы живой не братан вообще но видишь не показывает нихуя вот одна палочка но появляться то исчезает это пиздец 500 нормально постигали бля почему в такой хуёвой стране жир сложно вышки плядь нас пиарить поле что появляется появляется и пропадает все не чекай короче на эти палочки сверху понял будет три по я перезапущу пусть пока это все как и стрибишь улыжки нет семьсот двадцать четыре пятьсот надо было ставить две пиццы потому что она 4 5 сутки не вывезет обострить стрим идет сейчас нет не просто пишут f5 может стрим дойдет но он пустой я не слышно не слышно не слышно пустый просто проходишься смотря вот не что это ну это блядь тайминг это не привлечет что-то такое конкретное просто занимайся да есть как раз сегодня попробуй что-то не вывозь и ты будешь заниматься судьбой стрим так но у меня телефон нормальный а нет никогда не нормальный не ну типа такое блядь но стрим идет как типа стрим упал блядь он выключился что ли да а не нажми сверху кнопку а м 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 Я не знаю, что там по палочкам. Их нет. Может быть в какой-то яме просто. Но я сейчас быстро постараюсь выехать. Что там? Практика, но до интернета нет. Типа в целом. Тут надо антенны. И то антенны не всегда много. Мы ехали в Киев, Одессу с Гексом. Он тоже дорогу стримил. Он простримил дорогу примерно минут 20. Интернета не было. О, сейчас появился. У меня две баллы. Всех был. Что там? Две. Может мне просто самсунга запустить. Там не чат есть, да? Есть? Чат есть, но не факт, что трансляция идет. Попроверь, есть трансляция? Сейчас мы проверим. Ну не пустые трансляции. Ну блядь, типы. Короче, я не знаю каким образом вы нас будете слышать, блядь, вообще или видеть. Но тут она в интернете нет. У меня сейчас ловит, кстати, на этом телефоне все заебись. Мы живые, типа. Но типа нет. Есть трансляция, слышишь? Она есть, она и не может. Именно идет или не идет? Она идет, блядь. Она идет. Мне кажется, она с такой задержкой минут 30. Она задержка плохая, типа. Да. Живы-живы пишут. Живы, да? Возвращаемся к вопросам. Вроде тут нормально все, мы выехали из ямы. Есть все палки, прикиньте. Можем перекинуться палками. Давайте быстро догнать вопрос. Давай, тогда скоро изморожим чуть-чуть. О-К. А в каком возрасте каждый из вас узнал, что влюбился впервые, и как это было? Экспорт. Нихуя себе. Что? Это она задала? А, это она задала, да. В каком возрасте каждый из вас узнал, что вы влюбился впервые? Ну, у меня это был где-то 6-7 класс. Блядь, камера в селе? Блядь, вы серьезно? Конченые, что ли? Короче, у меня это как было? У меня это где-то 6-7 класс, влюбился в одноклассницу, а я был, ну как, долбоебом я был. Я не знал никак ни знаки внимания, ни как вообще предложить, короче, ходил как дурак, хуйню делал, вот, и все. И признался максимально по-другому, я просто на бумажке написал, типа, я тебя люблю, пришел к ней домой, это странно, как я к ней домой попал, достал блокнот, говорю, там, смотри, мои рисунки, там, типа, и там, типа, первая, вторая, третья страница рисунки, а на четвертой странице была эта надпись, типа. Я говорю, ну ты листай дальше, там интересно будет. Она листает, веди эту надпись, она краснеет, охуевает, теряется, теряюсь я, я думаю, пиздец, неловкая ситуация, ну, в общем, конец. Вы поебались? Мы не поебались, нет, мы больше не общались. Ну, у меня, я влюбился первый раз в первом классе в свою соседнюю Викторию, и чувствовал прям, что это такое, типа, ну, я тоже такой не говорил, да всем, всех подруг, кого я влюблялся, им это никогда не говорил, типа, я тебе люблю, ну, в отношениях только, в отношениях, вот, я понял, это 16 лет первый раз, что я влюбился, и такой, типа, ебать, меня ломит, так как-то густо, она, типа, хочется, типа, пусси, а ее рядом нету, очень скучал, типа, тогда я действительно понял, что, типа, я, ну, все, я поплыл нахуй, потому что переживания, всякие эти эмоции, ну, это было классно, классные ощущения, как будто ты всегда под энергетиком, но и слушаешь грустную музыку, это когда хуёба. Да, грустная музыка, это пиздец. И ты там такой, да, да, сложно мне забыть, там что-то тебя, сложно проехать эти дни. И короче, блядь, я помыться, почему блядь. Как кто-то проверил, чтобы они точно были закрыты. И я влюбился, блядь, было классно, классно было. Так, next вопрос. Как вы кушаете вафельки? Кого? Как вы кушаете вафельки, горизонтально, по слою или вертикально? По настроению, я бы сказал. Блядь, вообще вафли не ел. Вот в детстве бы с ней разъел вафли. Я тоже давно ел. Типа, ну, я их разбирал, нахуй. Я тоже отвлизал, вот крем сжирал отдельно, потом отдельно вафельку. Да, я влив, я все... А когда впадла становилась, просто кусаешь? Я просто разбирал вафли. Я думал, так дольше будет, понял? Я кусок оторвался. Это как с ОРО, понял? То есть чуваки выкупили эту тему с вафлями и сделали ОРО, которые надо разбирать, что-то макать, там, макни, облизнить, что-то вот это вот. Как сука хитрилый парень. Получается, умные ребята. И я типа... Короче, блядь, что у них скома? Юбаный с нейч, блядь, какие парфли. Это она тоже спросила? Да. Как ты решил начать заниматься стримингом? Кем ты вдохновлялся? Или оно как-то сомнало? Отвечай. Это тебе. Это общий вопрос. Вдохновился, да. Я увидел, как Павер стрим. Такой типа... Нихуя себе. Может, тоже попробовать? Запустил, начал стримить. Но этого я вообще стримеров не любил. Типа, блядь, и посидят зарабатывают бабки на донатах без дарих. Но потом мне переосмыслил это, и стал таким же бедным. Ну, типа... Не, ну... Так как-то пришло понимание, начали стримить, 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 стримить. И понимал, что... Классно, я могу запустить сразу, попиздеть. Я сейчас покупаю за этот движ полностью. Типа, классно вообще. Как кайф. А ты? У меня... Я вдохновился тем, что мне не нравятся, как все нынешние стримеры по-хуистически относятся к стримам. И я решил, что надо что-то в этом менять. Но я как? Я же начинал еще... Твич я узнал в каком-то 12-м, в 11-м году. У меня был первый аккаунт. Собственно, этот зареган был там спустя пару месяцев, как уже основной. И переименован. Вот. Но из-за учебы и всей этой хуйни, историю, которую я тысячу раз рассказывал, я нигде не мог начать. Ни на ютубе нормально, ни на твичет, тем более. А сейчас я понял, что нет смысла тратить время на всякую хуйню. Надо просто брать и делать то, что нравится. Да, я помню, как он говорил. Ой, леп, чуть позже, чуть позже. Нам нужно проехать сейчас на натяжной гадре. Ну, прямо, да? Да, прямо и потом поворот на леп. Блядь, оно тебя ведет не в том, где маршруты. Ну, мы сейчас, стой, не спеши. Ты должен сейчас развернуться на этом повороте. Вот здесь? Да. Не спеши. И куда? Прямо и на правую. По правой стороне. Давай мужика с собой заберем? Может, он вам что-то интересное расскажет? Бля, хорошая идея. И он говорил, блядь, есть планы на ютуб, но чуть позже. Ну, у нас тогда влоги были, типа, я монтировал дохуя влогов просто пачками. Вот эти все пиздаты из Москвы, из Дании и так далее. И я перегорал очень сильно. То есть я после этих влогов вообще жить не хотел. Ну, типа, там не монтировать, не снимать, вот в медийном плане вообще ничего не хотел. А до этого учеба родителей задолбывали и так далее. Это очень напрягало. Злой, вопрос тебе, нравится Ася? Кто? Ася. Это кто? Блядь, в чем прикол, что у меня первую девушку так же называли, Ася, блядь. Ну, слишком хотел бы вспоминать, если тебе. Вопрос с злом. Ты так и не подарил коробочку конфет от святого Николая той пуси? Просто видос глянул, судьба конфет, не с нами. О, судьба конфет? Не с нас. Конфет? Прямо едет, это? Прямо? Да, но ведет тебя куда-то, блядь, в пизду, ну, что это за навигатор, блядь? Я не знаю. Сейчас нас выведет куда-то, безец, я просто дробу на память. Все правильно. А, ну все. Судьба конфет была грешна, в том плане, что они остались у нас дома. Да, да, да. Мы их себе просто высыпали, потому что... А мы их не подарили, потому что злой на них сел. Нихуя. А коробочку он начал использовать как аптечку. А, ты уже видел, да? Я понял, что не я старый, Артур уже стареет, блядь. Не, ровно в том, что это Юля графис паковала. А, да. Значит, все, окей. Сейчас я все слова обратно. У нас все молодые. Да, я думаю, что мне мама собирает коробочки всякие. Не, ну, кстати, это удобнее, чем она разбросана по всей этой херне. Я всегда в детстве думал, что там конфеты, а там, блядь. А там таблетки какие-то. Да, тем. Топ вопрос. И палец в жопу. Ну, типа, пусть и пробовал, да. Ну, такое, вкусно залазить, ну, такое, чисто. А, это серьезный вопрос, он обранал? Чувствуешь себя чисто... Не чисто, чувствуешь себя? Да, во-первых, не чисто, ты живешь шахтером, блядь. Как будто ты... Должен уже быть, наверное. Балки все есть. Есть, да? Стрем идет? Да, он идет. Пацаны, сори, блядь, мы тут таких пиздецах, блядь, залазим. Пацаны, мы в лесу едем. Мы сами, в принципе, на камере видите, которая на переднюю. Потому что мы просто в какой-то жопе мира едем. Я не знаю, где они тут вообще интернет ловят. Спутниковый какой-то. Сколько часов ехать в Веллэш? Два часа минимум. Или же Веллэш долго ехать. Смотрите. Вопрос заключался... Что ты жил в частном секторе. Ну, ты не в частном секторе, это другой. Частный сектор, это когда вот в городе, в Киеве там есть. Понял, типа, вот как мы дом снимали, это частный сектор. То есть это современные дома, а ты жил прямо в деревне, то есть немножко другое все-таки. Это тоже, ну, очень сильно влияющий фактор. Вот. А дальше отвечай ты. Ну, как вам сказать, по сравнению с домом, дом, конечно, лучше во всех аспектах жизни. Например, конкретную называй лучше. Смотри, во-первых, шуметь можешь, похуй вообще на все. Ну, смотри, помнишь, мы снимали дом, Вадим, стрим, и шуметь нельзя было, потому что жаловали соседи. Похуй, мой дом, пошли нахуй. Вот серьезно, вот в частном доме пошли нахуй. Вызывайте кого, пойдите, моя частная собственность. Так и в квартире так же по фанту тогда. Ну, типа, в квартире... Что такое? Блядь, не приедет малая. Но для творчества лучше квартире, объясню, потому что в деревне я служил с мамой и очень сильно ленился все делать. Я был ленивый, блин, потому что мамка все делала, меня это раздражало. Себе немножко. И никак не пытался двигаться. Типа, тем более, частный дом в деревне, типа, ты выкупаешь, тут нету одномышленников, вы никуда не двигаетесь. Вы двигаетесь максимум, побухать и почилить. Заебало нахуй, это ты жукой все. И квартира мне, как-то, не знаю, поярче, что ли. Ну, я вот живу в этой хате уже два года. Даже с половиной года. Мне вообще похую. Мне не было чувства, что это не моя квартира. Я чувствую себя там как дома. Реально, даже когда бы мы не ездили, ты всегда вот есть ощущение, что ты можешь вернуться домой и тебе будет там комфортно. Ты вот знаешь, вот там будет заебись. Куда бы ты не поехал, ты там, типа, отдохнул, там, сменил обстановку, но ты всегда хочешь вернуться туда. Нету такого, что типа, ой, там херовая квартира, и в другую бы переехать. Или там, я не знаю, к маме домой, типа, и так далее. Я бы ее даже выкупил. Ну, выкупить она дорого стоит и не стоит своих денег, по моему мнению. Я бы, ну, я бы в ней не жил, я бы купил лучше что-то поновее. Ну, там ремонт, понял, переделывать, он достаточно устаревший по дизайну именно. Ну, да. Вот, а переделывать его это очень дорого стоит. Я бы выкупил эту квартиру и еще две квартиры, одну сверху, одну снизу и выселил нахуй от туда соседей. Чтобы, блядь, орать. И шумкой там заполнить полностью, просто поролоном все заложить. Да, и все шумку, и пошли все нахуй в этом плане. Чувствовать себя комфортно вообще. Супер. Блядь, ну ты себе стату похеришь этим стримом везде, скажем, что ты хочешь. Почему? Потому что у тебя будут такие перепады онлайна. А, да похуй. А что, опять пропало? Не, ну, сейчас мы приедем, блядь, с ямой. В смысле, у меня все ловит? Мне тоже, нет, я просто тебе договорил, на будущее. Для рекламодателей. Не, мне заинтересно, что они смотрят на общий охват им поебать на среднее число зрителей, типа. Так вот, ну, я выбираю квартиру, там комфортнее мне творить. Типа, ну, я в будущем, скорее всего, бы выбрал дом с семьей, загородный дом, тихий, без шумащих. Но, после крупного города? То есть, не в Виннице, там, где-то именно под Киевом? Да, блядь, я в Киево больше не поеду никуда, все, мне туда не поезжать. Из-за Европы, ну, нет, ну, типа, в Европе я не хочу жить, в России тоже не хочу жить. Ну, у меня как было, короче, по поводу, где жить, тоже интересный вопрос. Когда, будучи пиздюком, там, в школе, в универе, я думал, не, Украина, типа, фул хуйня. Хочу съебаться сюда, в Европу, в Америку, хочу куда-нибудь, хочу жить там. А когда я поездил по Европе, типа, и уже повзрослел, я понял, что, ну, много факторов, влияющих на твое место жительства. То есть, менталитет людей, твои привычки, то есть, ты знаешь, как дела решаются, куда пойти, что узнать, типа, и так далее. Ты к этому привыкаешь, а когда ты переезжаешь в другую страну, там все по-другому. И тебе это непривычно, и тебя многие вещи бесят, потому что ты привык к другому, и ты не хочешь переучиваться на какие-то другие темы. То есть, у нас, допустим, банкинг, у нас он в приложениях, там можно любой перевод сделать за секунду. В Европе это не так развито, как у нас. У нас это прям, ну, охуенно. То есть, у нас, ну, как минимум за Украину могу точно говорить, у нас диджитализация идет ебейшая. Типа, мы сильно в этом плане опережаем Европу. То есть, то, что у нас паспорта и права в электронном виде уже сделаны, и это полноценный документ, это охуенно. Типа, в Европе такого там, ну, даже если есть, то это в зачатке только. Потому для жизни мне Киев комфортнее всего. Он не такой большой и не так много дохуя злых там и просто людей. То есть, не такой переполненный, как Москва. Но при этом он такой же, Киев такой же функциональный, как Москва. То есть, тут нету чего-то, чего, что есть в Москве. Вот, то есть, это идеальный город. Но при этом он намного крупнее и интереснее, чем другие города Украины. Именно если ты занимаешься какой-то медийкой, съемками и так далее. Много локаций, техника есть, аренда машин. Много людей, которые, ну, типа, которые тебе нужны. Вот, потому Киев очень, ну, идеальное место, по моему мнению. Ну, то, чтобы, блядь, я бы был патриотом своей страны, прям железным, но... Но это я сейчас не про патриотизм, а чисто вот свое субъективное вот мнение, где мне реально комфортно по параметрам, понял? То есть, мне все равно это укра... Если бы это было не... Что происходит? Это не град пиздец. Это не град пиздец, это из-под колес этого дебила. А, ебануться, блядь. Надо его погнать. Надо. На повороте, правда. Нет, нет, с типсой. Ладно. Да нет, нормально все. Ты пиздец, нам лобоуху по плацает. Ой-ой-ой-ой. Что у нас дальше по вопросам? Сейчас. У нас дальше по вопросам... Что выбираешь? Узнать причину своей смерти или дату своей смерти? Ну, да, то интереснее было бы. Ты бы знал, вот, типа, сколько тебе осталось. На самом деле вопрос очень глупый, типа, причина похуй, типа, какая разница, с чего ты умрешь, если ты умрешь. Типа, тебя уже будет... Нет, это не будет тебя беспокоить. А вот знать дату, знать, сколько тебе осталось, это намного полезнее, что ли. Но, опять же, это морально будет давить. Когда ты будешь знать дату своей смерти, если бы такое возможно было, морально это тебя будет уничтожать. Это очень, типа, тяжелая информация, скажем так. Я ебал знать эту информацию. Когда придет, тогда придет. Просто, если ты об этом узнаешь заранее, то ты будешь вокруг этой цели, типа, жить и думать о ней. Нахуй оно надо. Типа, я считаю, что эта информация вообще не нужна никому. Не себе, а, блядь, никому-то другому. Не тем более близким. Да, близким еще рассказать, когда ты угрешь, вау, как классно, блядь, ждать этот момент. Нет, ну нахуй. Одинственный вопрос, хотел бы ты ли обновить общение с пайвером? Нет. Мне комфортно и так. То, что остается в прошлом, оно должно оставаться в прошлом. Нету интернет. Нет, у меня, вроде, палочки показывают пока. Есть интернет. Ну, типа, все, что прошло, должно быть в прошлом. Не хочу возвращать. Кроме бывших. С бывшими комфортно. Ну, типа... Ну, такое, это тоже, это, как, тоже, как бы это слово. Терзание свое, терзание себя из прошлого. Нет, это как, вот есть слово апгрейд, а есть слово наоборот. Только вниз грейд. Да, вот, откат, короче. Вот, это как деградация, понял? Возвращение к бывшему. Нет, возвращение к бывшему не в плане отношения, а просто. Да, в любом даже, типа, это привязанность какая-то, от которой ты зависим. Независимо. Бля, горочку, не могу обогнать сейчас. Интернет, конечно, вообще. В объемке. А Vodafone, кстати, ловит, а в Киев нет. Очень близко к этой хунике. Тут надо, тут сколько модемов влазит? Сема, сколько сема влазит? Одна. Да, потому у Gex таких три. На все три симки. Сейчас, нам надо три таких. Нет. А, надо уже делать вот этот live view и к ней подключать. Короче, понял. И это уже будет. Ну, есть интернет. А стрим есть? Нет. Есть? Мы в эфире вообще? Да, есть. А что, ты вопрос не читаешь? Так, я просто чекаю Twitch. А, вот такой-то, да. То есть стрим идет, а ты... Я бы сам читал, я читать не могу. Ни чат, ничего. Есть. Так, стрим есть. Да, блядь. Ну, не, нормально, нормально. Что у нас, интернет? Все супер. Давайте вернемся к next вопросу. Вернемся к этому. Через сколько времени и в какой момент стриминга точно стало понятно, что это будет твоим основным заработком? Могу ответить на этот вопрос. В тот момент, когда я понял, что стриминг принесет доход, не сапово... Не сапово... Выше чем. Выше, чем любой другой бизнес или дело, в которое надо влаживать времени. Типа ты смотришь на доход, который ты сейчас имеешь, и думаешь, что может принести еще такой же доход? Вот какой бизнес? И ты выкупаешь, что, допустим, для другого дела тебе придется потратить, ну, пизда, сколько времени, может, даже лет 10, чтобы хотя бы приблизиться к другому. И шарить в чем-то другом. Я считаю, что у меня скоро будет этот навык, типа по шмоткам, и, возможно, буду продавать шмотки, но это не принесет даже, блядь, 2% того дохода, что сейчас есть. Но зато это приносит удовольствие, и почему бы не стоит экспериментировать, когда есть средства, ты можешь вкладывать их в что-то интересное и посмотреть, что с этого получится. Плюс дарить людям эмоции, плюс шмотки они будут покупать. Ну, типа, я бы не сказал, что это прям пиздец заработок, но я считаю, что если я буду зарабатывать с вещей, я буду просто эти деньги вкладывать в Next шмот. И прикольно. То есть для тебя мотивация деньги в основном? Ну, если брать другую сферу, то, ну да, мотивация другой сферы должна наша чем-то кормить, но у меня пока просто нет таких сфер, которые бы приносили удовольствие. Мне приносят удовольствие, ну, вещи, вот, шмотки, ну, мерч, я хочу посмотреть, что это. Вот это сейчас одна из интересных, таких второстепенных фишек, которые я бы хотел попробовать. А у других нет, там какие-то кофейники, кальянные, бизнесы, другие, оно мне нахуй не надо. Типа, я ебал за этим следить, и это будет приносить нервы, утраты, блядь, в финансовом плане, а также эмоциональным, потому что это работа с людьми, и физический бизнес, типовые ощущения по мне, я рот, в принципе. Так что на стриминге можно жить, питаться, блядь. Если у вас есть тысяча онлайна, ребят, если у вас есть какие-то навыки торговли, то, ну, вы будете жить так охуенно, что вы никогда так не жили. Но если у вас есть тысяча онлайна, и вы нихуя не выкупаете, то вы даже, блядь, и 50 тысяч в месяц не заработаете. Поверьте, я такие примеры увидел очень много. Так что... Которая, которая дрычь, да. Да. Да, на стриме пизданю, красавчик, блядь. Идите нахуй. Есть контакт? Я хочу музыку включить. Как не включить? Ты не включишь. Я включу. Там носитель ограничено. Давай удалять, нахуй. АУКС. Давай, ты подключаешь АУКС, а я говорю АУКС. Есть коннект? Оле. Нет. Блядь, Кильстарк говно. Я достал, но, блядь, больше связь потерял. Стой, мне кажется, здесь. Стой, 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 здесь секретная кнопка. Стой, 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 стой. Стой, стой, стой. Ну, блядь, это вот говночество. Ешка, эту песню. Интересная информация. Когда кто-то проезжает, машина аж ебёт. Нашло? Будет называться помойка Прада. Можно на крышу прихуярить, чтобы она там и посела? Дядь, ну... Жалко, что-то. Я включил, пристой. Да, ну, конечно, укатится. Ну, если что, будешь ловить. Есть, 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 есть. И поэтому уже включил. Эй, куда? Есть стрим, есть. Есть. Ты Twitch Man Rock'я включил? Есть стрим, аллоу. Есть? Есть. Что у нас там по вопросам, пока интернет есть, давай быстро отвечать. Есть. Есть. Все живы. Все живы и здоровья родичей Арбусу. Да хуй так отобежала волк какой-то. Ау. Сам я себя убил. Злой какой-то шансон врубил. Спасите меня, блядь. Что в стриминге тебе больше всего нравится и вызывает эмоции? Мне? Да. Мне, на самом деле, фидбэк от какой-то проделанной работы мне больше всего доставляет. Вот мне всегда, вот, похоть, что я делаю, мне получение удовольствия от процесса самого, вот, и когда получаешь фидбэк. Вот, какой работы ты бы не сделал, когда получаешь фидбэк, это самое кайфовое. Когда ты понимаешь, что ты, блядь, не зря что-то делал. У меня... У меня много причин получать удовольствие от стримов. Первое, это я могу выгиблиться. Второе, я могу помиздеть. Третье, мы можем пообщаться. А, ну да. И плюс ваши эмоции. Типа, мне нравится вызывать эмоции людей. Жалко, что я не лижу. Жалко, что я не лижу, да. Не вижу лица ваши. И ваши эмоции, когда общаюсь. Ну, чатик, возможность, это передает. Конечно, но не так, как я делаю. Но все же, типа, не знаю, кайфую, пиздец. Сложно объяснить эмоции словами, когда ты даже умных слов всегда не знаешь. Запускаю. Поверь. Проверь. Бля, надо 4 телефона, я тебе говорю. Попытает реально. Навигатор, стрим плюс чекать стрим плюс вопросы. но прямо по этой дороге все наверно есть конект не показываешь и киев старого 5 и старого я не поднялся не можем нормально он должен здесь быть нахуй эти вышки стоят них нахуй не собирают ничего не продержал надо воздух с улицы пробнулся и надо перезапускать не, не появится что это за это у меня еле глупит за что тогда мы будем переходить первая причина первая ну то есть для мы это как от меня все равно основное это ставить эти youtube и ролики а стримы это как деятельность ну как ответвление, как дополнение не знаю даже что сказать это ты а потом все твои мечты причина это моя первая причина что такое что-то было для меня раз себе чтобы на сегодня не сказать что вторая причина на чем стримить я пустить кейсы каждый день и зарабатывать пейки я такой не знал не хватит нам надо заправить конечно как дорога супер дорога норм интернету блять нет почему все все же и сменил решение по поводу купи квартиры если раньше не было желания это наверное ко мне вопрос желания так и таково нет это я ну понимаете квартиру я наверное куплю это как схрон бабки типа где хранить бабки почему бы не в недвижимость просто купить да я типа там жить даже мне плохо типа просто куплю что была не знаю просто мне все твердят купи купи нахуй нам не надо не будет я готов кочевать всю жизнь по другим квартирам и блять думаю мне было бы очень комфортно так жить но купить хату это значит как засейвиться просто ну да ну типа не знаю ну куплю ладно ну тут деньги куплю ну типа оно не на последний день нет будет много денег ну типа ну типа ну а денег так а нахуй на последний покупать а вдруг какая-то идея в голову придет веселая поменяют трек а ну что глупо это ни хуя слов нету потому что ты поставил минус ты как музыку настраивал в смысле настраивал у меня нормально все играло это трек такой это slow rever давай нормальный какой-то трек а не slow rever это пиздотейший трек да да сейчас я басы все уберу убери басы будет тебе блять так они не стояли лол низкие стояло низкие я убрал ну а плюс 3 было но у меня даже на плюс 6 играло нормально и это такой трек слушай тут интернет так пиздата ловит давай дальше вопросы да да ну и на 4 полосочки типа я без робко сказал да ну а ну а ну а ну а ну а что такое аудитория типа еще на то время просто я встретился с бананом который играл кс я вижу там такой типа ебаш ты там управляет давай тоже куда ебашить тоже начал ебашить что-то снимать и все так ты на тот момент за дивизион уже и стримил и снимал то есть ты на кс просто как сменил тематику но у тебя все то же самое ты и делал да и просто поиграм поменял игру что у меня кент играл в игру дивизион она ну да там онлайн был не силен не силен хотя мой самый первый стрим который я запустил по за дивизиону нормальный у меня было 250 онлайн а я охуел типа это пиздец где на ютубе да на ютубе но самый первый стрим по за дивизиону как я его проходил 10 часов я проходил с ним никто не зашел на драсляцию около 3 человек это не шутка это пиздец я помню просто но я тогда максимальный левел взял за 10 часов я взял максимальный левел за дивизион на лобову его? конечно и вообще разъем а кс-ку мне нравилось играть все играли с кс-кой я познакомился с бананом, шарпом, мурзом многими другими ребятами и я считаю что я сделал мудрое решение а потом ты так же сам в принципе с кайски плавно в фортнайт перешел где ты познакомился со всеми остальными ну как фортнайт я типа жалко что я не снимал фортнайт блять когда он я самый первый начал его снимать в запилку я надо было продолжать вот тут минус был конечно жесткий ну это не тот ну это сейчас не минус потому что учитывая сейчас что есть это типа у меня дпф плюсов ну это период ты все равно его поймал типа ты его не пропустил ты знаешь как типа блять была игра она была популярна а ты взял и скипнул да 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 и типа ну вот я сразу там только скипнул я не хочу в Раст играть ну Раст это очень такая вспышка он был давно это старая игра это не новая игра а что происходит? я не знаю там что-то мусора все пакуют мы ж не на митинг едем нормально все ты не объезжай я смотрю что о о дядя что это такое а там не спеши тут же одна встречка блять слышишь а нам ебать а что происходит а что они все стоят не знаю осторожно все какой главный минус быть стримером иметь неплохую медийку плюс можно потом про плюсы спросить какой самый главный минус быть стримером имея медийку дядь, date что это происходит я не знаю тут какой-то движ там реально митинг впереди какое-то там люди кто стоят а что происходит люди дорогу перекрыли на хуя в деревне нам я не знаю так а он стоял стоит стоп налево налево что там происходит я не знаю люди просто перекрыли дорогу извините это митинг какой-то да хорошо что происходит а нихуя себе да и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...